Добрый день. Итак, начинаем фрагмент нашего сегодняшнего мероприятия, который посвящен молекулярной диагностике рака легкого. На самом деле следует понимать, что когда мы говорим о молекулярной диагностике рака легкого, то речь идет только об одной разновидности рака. Это так называемые неплоскоклеточные раки легкого. Неплоскоклеточные раки легкого связаны либо с курением современных так называемых облегченных сигарет, либо это те разновидности рака, которые встречаются у некурящих пациентов. И подобные неплоскоклеточные раки легкого, они в несколько чаще встречаются у женщин по сравнению с плоскоклеточными раками. У нас в стране пока все-таки большинство опухолей составляют плоскоклеточные опухоли, которые связаны с употреблением крепких сортов табака и которые весьма характерны для мужчин. Существенно, что вот эти плоскоклеточные раки, будучи на сегодняшний день преобладающей категорией заболевания, там нет никаких мутаций, там нет никаких тестов. Поэтому все, что мы говорим, речь идет, в общем-то, о меньшей части карцинома легкого. Ну вообще примечательно, что если брать общее количество мутаций, то плоскоклеточные раки и аденокарцинома, особенно эти раки у курильщиков, по совокупному количеству мутаций, они похожи друг на друга. Но так или иначе, если мы говорим про аденокарциномы, то там на сегодняшний день, ну примерно 50-60-70% пациентов могут получить мутационный тест, от которого следует назначение терапии, в то время как для плоскоклеточных раков эти цифры фактически мизерные. И на сегодняшний день молекулярная диагностика плоскоклеточным раком легкого с доказанной историей курения, в общем-то, не рекомендуется, потому что там все равно ничего не найдем. Еще один интересный нюанс. На самом-то деле, если возьмете патогенез рака легкого, то развивается он практически всегда по одному тому же сценарию. Активируется либо рецептор, либо один из участников, вот они здесь на слайде показаны, пролиферативного каскада. Что интересно, что все вот эти молекулы, которые здесь перечислены, это наш собственный рисунок, по сути дела, все эти молекулы, они взаимозаменяемы. Неважно, какой рецептор активирован, он приводит примерно к одному и тому же результату. То же самое можно сказать и об участниках пролиферативного каскада. Вот посмотрите, знакомые мутации, РАС, РАФ, а так или иначе, все эти события приводят примерно к одинаковому результату, к трансформации нормальной клетки легочного бронхиального эпителия в опухоль. Посмотрите, вот это, наверное, самый главный слайд. В нем перечислены все мутации, которые бывают при раке легкого. Ну, наиболее известны, это, конечно, мутации в рецепторе эпидермального фактора роста, это примерно 15-20% карцином. Но что еще существенно? Посмотрите, сколько здесь перечислено событий. Для каждого из этих событий есть свой лекарственный препарат. Ну, что очень существенно, что на самом-то деле игнорировать вот эти тесты – это плохо, потому что каждый из этих тестов имеет свои привязки к очень эффективному лечению. Ну, самый известный маркер – мутации в гене рецептора эпидермального фактора роста. Следует признать, что в наибольшей степени известны те мутации, которые встречаются достаточно часто. Это дилеция в экзоне 19 и замена в 21-м экзоне в 858-м кадоне. Но надо понимать, что примерно 10% мутаций рецептора эпидермального фактора роста, они находятся в более редких позициях, что существенно, что для такого препарата, как афотениб, специально проводились отдельные регистрационные испытания, когда было продемонстрировано, что именно афотениб воздействует не только на опухоли с частыми мутациями, но и на опухоли с редкими мутациями. С афотенибом связано еще одно интересное наблюдение. Он с экономической точки зрения более доступен, чем более современные ингибиторы тирозинкиназа и GFR. И посмотрите, это в данном случае наблюдательные исследования, когда берут всех пациентов, вне зависимости от того, есть метастазы в головной мозг или нет, вне зависимости от общего состояния пациента. Посмотрите, что оказывается. Если эти пациенты сначала получают афотениб в первую линию и только потом, после афотениба, только в случае приобретения мутации Т790М, они получают ингибитор третьего поколения осимертиниб, продолжительность жизни этих пациентов, она, в общем-то, очень хорошая. И она более чем в три раза превышает продолжительность жизни подобных же больных, которые раньше находились без лечения. И именно исходя из этого, многие страны идут на экономически приемлемый подход к подобной терапии. Если выявляется мутация, сначала они назначают ингибиторы более ранних поколений, которые экономически более доступны. И только тем пациентам, у которых действительно возникла резистентность и действительно по механизму приобретения новой мишени Т790М мутации, только они получают ингибиторы третьего поколения. Вообще, это очень важный комментарий, когда мы говорим про экономику, потому что когда лет пять назад, шесть назад, в общем-то, фирмы, фармацевтические компании провоцировали диагностику мутации при раке легкого, идея была абсолютно понятна. Чем больше пациентов идентифицировано с гарантированным ответом, тем больше будет пациентов, которым трудно будет отказать в столь действенных препаратах. Надо понимать, что ингибиторы, которые воздействуют на опухоли с мутациями, приводят к ответу опухоли почти в 100% случаев. Ну, лет пять, шесть, семь назад это, в общем-то, подобная повальная диагностика приносила не только пользу пациентам, но определенные хлопоты администраторам, потому что не хватало ресурсов на то, чтобы полностью обеспечить всех пациентов с мутациями. Сейчас, благодаря президентской программе, ситуация коренным образом иная, потому что, на самом деле, на сегодняшний день для всех пациентов, без исключения, у которых выявлена мутация, можно, в общем-то, подобрать соответствующие таргетные препараты, это полностью вписывается в бюджет здравоохранения. И с учетом того, что у именно этой категории пациентов наблюдается практически стопроцентная вероятность, если не ответ этого хотя бы выраженного улучшения после назначения препарата, получается, что на сегодняшний день не делать подобную диагностику – это большой грех, потому что этот грех стоит многих лет жизни многим пациентам. Что еще важно сказать? Я уже говорю, что практически все эти мутации так или иначе вписываются в экономические рамки, в которых поставлено здравоохранение. Ну, вот другой пример. Транслокации в различных генах. Что такое транслокация? Посмотрите, у нас одна хромосома выкрашена зеленым светом, другая – красным светом, и эти хромосомы обмениваются между собой участниками. Вот там, где у нас границы красного и селеного, химерный ген, там образуется нарушение, которое может приводить к раку. Ну и в частности такие, например, транслокации, как в генах АЛК и РОС. Посмотрите, для АЛК 5 препаратов на сегодняшний день есть, которые разрешены к применению при АЛК ассоциированных раках легкого. Для РОС-1 три препарата. Так или иначе, это целая наука, как чередовать эти препараты, чтобы они помогали пациентам. И вот опять же, с учетом того, что многие из этих препаратов, они экономически абсолютно доступны, так же, как и многие схемы для лечения пациентов с рецептором эпидермального фактора роста с мутациями, следует понимать, что осмысленное назначение подобных препаратов, несомненно, с учетом экономических реалий, приводит к колоссальной прибавке в жизни. Но посмотрите, это опять же наблюдательное исследование пациентов, у которых были обнаружены транслокации гена АЛК, причем это старое исследование. На тот момент еще не было полного арсенала этих ингибиторов. Посмотрите, у них ожидаемая продолжительность жизни, она совершенно феноменальная. 7,5 лет, а сейчас, с учетом того, что появились более современные препараты, можно ожидать, что эта цифра станет еще выше. Мутации в гене-мед тоже очень важное событие, потому что в целом-целом мутации в гене-мед бывают примерно у одного из 40 пациентов с раком легкого. Наши собственные данные показывают, что частота мутации 2,5%, но что характерно, для этих мутаций средний возраст заболевания 77 лет. То есть получается, что эти мутации составляют примерно один из 12 случаев пациентов пожилого возраста, которые старше 70 лет. Представляете, как важно именно у этих пациентов вместо цитостатической терапии назначить таргетную терапию, от которой меньше побочные эффекты и при этом гарантирован противоопухолевый эффект. На самом деле здесь тоже есть целый ряд опций. На сегодняшний день тот препарат, который есть, кризотениб, он изначально разрабатывался как медингибитер. То, что его стали применять для лечения опухоли с перестройкой в генах алкерост, вначале рассматривалось как побочное действие этого препарата. Так вот, кризотениб в рамках клинических испытаний продемонстрировала активность по отношению к больным, у которых обнаружена медмутация в опухоли. Правда, кризотениб не стал регистрировать, не стали создатели препарата регистрировать его для данных показаний. А на сегодняшний день есть расширенный доступ к более мощному, более специфическому ингибитору киназомед – это капматениб. Посмотрите, здесь тоже убедительные результаты клинических испытаний. Еще раз говорю, что этот препарат на сегодняшний день есть в расширенном доступе, так же, как и ингибиторы для транслокации РЕД. Еще одна мишень. Мутации в гене КРС. Мутации в гене КРС бывают разными. Вот эта мутация G12C, она характерна именно для курильщиков. Эта мутация ассоциирована с историей обильного курения, и, как следствие, эти опухоли обладают достаточно высокой иммуногенностью. Посмотрите, это испытание сатарасиба, специфического ингибитора КРС, оно показывает очень хорошие результаты. Ну и мы ожидаем, что на самом-то деле может быть иметь перспективу использования подобных препаратов в комбинации с иммунотерапией, так как это опухоли у курильщиков. Итак, посмотрите, за каждым из этих позиций имеются возможности назначить очень эффективное лечение пациентам. Мутация GFR, 4 ингибитора у нас сегодня зарегистрированы, транслокация ЛК, 5 препаратов, ряд из них зарегистрирован, ряд из них в расширенном доступе. Транслокация РОС, несколько препаратов, как зарегистрированных, так и в расширенном доступе. Мутация БИРАФ, это комбинация БИРАФ-ингибиторов и МЕК-ингибиторов, тоже гарантированный ответ на терапию. В транслокации РЕД есть расширенный доступ на сегодня к препарату, и, опять же, у этих пациентов с транслокациями очень хороший прогноз с точки зрения продолжительности жизни. Активация гена ХЕР-2. Там есть целый ряд препаратов, которые либо доступны, либо находятся на стадии исследований, но так или иначе это важный тест. Активация гена МЕД. Есть расширенный доступ на один из препаратов. Мутации КРС проводятся клинические испытания. Получается, что если мы правильно делаем диагностику, мы спасаем жизни людей. Что у нас происходит на сегодняшний день в стране? На мой взгляд, ситуация неудовлетворительная. Так или иначе, подавляющее большинство пациентов проходят тест на мутацию в гене ИГФР. И на самом-то деле на этом обследование подобных пациентов в половине случаев заканчивается. По целому ряду исследований установлено, что в лучшем случае половина пациентов с неплоскоклеточным раком легкого у нас в стране проходит тестирование на ген АЛК. Еще какое-то количество подвергаются тестированию экспрессии ПДЛ для назначения иммунопрепарата. Но получается, что огромное количество событий остается без должной диагностики. С чем это связано? С тем, что для диагностики используются разные диагностические платформы. Ну, например, что получается? Сначала опухоль попадает к молекулярным биологам, они делают тест на мутацию ИГФР. И только потом, если еще какие-то участки опухоли остаются, они нарезаются и возвращаются обратно к морфологам, чтобы сделать другие тесты. Такие относительно редкие события, как, например, мутации БИРАФ, в болтовляющем большинстве случаев не тестируются вообще. Исходят из того же редкое событие, а зачем тестировать? Пытаясь улучшить этот процесс, мы пошли совсем другим путем. Мы разработали универсальную платформу, которая при помощи единого методического подхода позволяет выявлять все значимые события. На самом-то деле выявить мутацию – небольшая проблема, надо просто прочитать участок ДНК. Куда больше, куда сложнее выявить транслокацию, потому что получается, что мы не знаем, где находится граница слитного гена, где разорвались хромосомы. И за счет этого определить, есть ли участок или нет, за счет того, что мы не знаем, где он расположен, мы не можем. Мы разработали очень простой ПЦР-тест. Идея его основывается на том, что если у нас при помощи транслокации активируется киназа, то именно киназный намен, будучи под контролем другого партнера, продуцируется в избыточном количестве. Вот и получается, если у нас соотношение один к одному между начальной частью гена и киназной частью, тогда транслокации нет. Если у нас активная часть гена продуцируется в большем количестве, это говорит о том, что появилась транслокация. То же самое для мутации Евгений Мед, которые на самом-то деле тоже представляют из себя огромную трудность для детекции. Тоже мы смогли адаптировать эту диагностику к единому ПЦР-формату. Что в результате получается? Что на сегодняшний день в рамках вот этой единой ПЦР-платформы, в общем-то, у нас получается вовремя, на протяжении короткого промежутка времени, диагностировать все значимые события, которые нужно делать. И это полностью соответствует тем рекомендациям, которые существуют в мире. Дело в том, что целый ряд ингибиторов теразинкиназ, которые у нас есть, ИДЖФР, БИРАФ, АЛК, РОС, МЕД, РЕД, они рекомендованы для первичного тестирования, потому что если обнаружено одно из перечисленных событий, то самое лучшее будет, если вы соответствующие препараты будете назначать пациентам в первой линии терапии. Почему именно первая линия? Потому что вы можете назначить первую линию, почти гарантированно будет эффект почти у всех пациентов. Дальше, если возникла резистентность, вы можете либо менять один препарат на другой, как это можно делать в случае ИДЖФР, в случае АЛК, либо просто создавать паузу при помощи химиотерапии и потом возвращаться к тому же исходному препарату. Весьма вероятно, что если вы начали терапию в первой линии, и потом удалось подержать пациента на нетаргетной терапии, чувствительность обухолектаргетной терапии восстановится. Вот и получается, что на самом-то деле на сегодняшний день в мире все-таки практикуется делать одновременное тестирование тех значимых событий, которые ассоциированы с назначением терапии в первой линии. Слишком быстро сделать подобный тест не всегда возможно. Дело в том, что молекулярная диагностика достаточно сложная процедура, и все сводится не только к так или иначе молекулярным тестам, будь то ПЦР или секвенирование нового поколения. Очень важна проба-подготовка. С чем мы сталкиваемся в реалиях? Что многие лаборатории, соревнуясь друг с другом по скорости, пренебрегают процедурой диссекции опухолевых клеток. Это хлопотный этап, потому что он требует привлечения дополнительных специалистов-морфологов и дополнительного времени, дополнительных ресурсов. Посмотрите, вот у нас блок опухолевый. Если проводить микроскопическое исследование, то оказывается, что опухоли клетки неравномерно представлены на этой площади. И в данном случае условно только одна часть этого блока имеет опухолевые клетки. Именно они должны попадать в реакцию, потому что в нормальных клетках мутации нет. И, соответственно, если вы просто сделаете такой срез, вы не выявите никаких мутаций. А если вы сделаете правильную микродиссекцию, потратите на это дополнительное усилие, дополнительное время, то тогда тест у вас будет верным. Ну и в заключение, на сегодняшний день нам очень приятно, что мы, в общем-то, в целом соответствуем тем стандартам диагностики, которые должны быть. Посмотрите, вот все перечисленные тесты у нас делаются в рамках единого анализа. Все пациенты с неплоскоплеточным раком легкого, которые к нам поступают, они проходят одинаковую схему обследования. Вот эти позиции, которые здесь перечислены, что существенно, что благодаря интеграции всех этих методов в единую диагностическую платформу, сам тест с учетом работы морфолога занимает приемлемые сроки. Обычно 10-12, а иногда 14 – это все абсолютно приемлемо. Это то время, которое можно подождать для того, чтобы назначить правильную терапию. Ну и что существенно, что за счет того, что мы диагностируем не только мутацию GFR, но и все мутации, которые здесь перечислены, количество пациентов, которые у нас получают высокоэффективную терапию, на сегодняшний день увеличивается многократно. Я в том числе учитываю тех пациентов, у которых есть мутации в гене КРС, и которые могут попасть в клиническое испытание. Но даже и без мутации КРС совокупная частота вот этих мутаций приближается к 40%, а у некурящих она составляет примерно 2 трети. Это правильный подход, к которому нужно стремиться. И я с удовольствием оставляю на этом слайде свою контактную информацию. Не стесняйтесь писать, не стесняйтесь звонить. Мы очень рады возможности сотрудничества с нашими коллегами. Большое спасибо за внимание. У нас осталось время на вопросы. Спасибо. Спасибо.